Всем привет! С вами Наталья Жирнова и в эфире сейчас КФУ Live для абитуриентов. Сегодня поговорим о поступлении в Институт управления экономикой и финансов Казанского Федерального Университета. На ваши вопросы сегодня ответит руководитель Центра магистратуры Горелого Юлия Николаевна. Здравствуйте! Добрый день! И ответственный по вопросам приема Института управления экономикой и финансов КФУ Улингов Руслан Анатольевич. Здравствуйте! Добрый день! Я напоминаю нашим зрителям, что вы можете задавать свои вопросы в нашей группе ВКонтакте Казанского Федерального Университета. Ну а пока я предлагаю немного рассказать об институте. Скорее всего, Руслан Анатольевич, слово вам. Добрый день, уважаемые абитуриенты! В нашем подразделении одной из крупнейших университетов мы реализуем полный спектр направлений от бакалавриата до аспирантуры. Это такие направления, как экономика, менеджмент, госмуниципальное управление, торговое дело, управление персоналом, география, картография, сервис. Также мы готовим учителей географии. У нас есть специалитет экономии и безопасности. Это все очные формы обучения. Есть обучение очно-заочное, заочное, как в магистратуре, так и в бакалавриате. То есть мы готовы удовлетворить почти любые потребности абитуриентов, которые желают получить образование в сфере управления и экономики. На какое направление у вас самый большой конкурс? Если по-старому говорить, что сколько абитуриентов на одно место, мы подсчитывали, получается, на одно бюджетное место 35 человек на экономике. На менеджменте 25 примерно. То есть конкурс самый большой на экономике. Вот так вот каждый год такая традиция. Изменится ли в этом году стоимость на обучение на эти направления? Приказ стоимости обучения уже на сайте приемной комиссии опубликован. Стоимость не изменилась. Она такая же, как и в прошлом году. На сайте приемной комиссии ребята это уже могут посмотреть. То есть в этом им повезло. То есть стоимость обучения не поднялась, она сфиксировалась. Есть такой вопрос. Можно ли подать документы и на бюджетную, и на договорную основу одновременно? Обычно мы рекомендуем подавать и на бюджет, и на контракт. То есть если на бюджет баллов хватило, то хорошо. Но бывает такая ситуация, что может баллов на бюджет и не хватать, а прием на контракт, допустим, мы уже закрыли. Сроки все уже вышли, а заявление у вас есть. И хочу сказать, есть родители, которые думают, что если мы подали на контракт заявление, то наши бюджеты его не будут рассматривать. Это не так. То есть вы попадаете на бюджет или на контракт по заявлению о согласии на зачтение. То есть мы рекомендуем подавать и на контракт, и на бюджет. А в случае поступления на договорную основу, возможно ли перевод с договорной основы обучения на бюджетную? Возможно. Во-первых, такие случаи бывают еще во время приема. Значит, бывает, такое было раз в три в нашей практике. Абитуриент в начале приема заключал договор, оплачивал, успокаивался. Для него прием уже закончился. И оказывалось так, что ближе к концу приема согласия на бюджет, его балл оказывался конкурентный на бюджете. Он отзывал заявление с контракта, подавал его на бюджет и проходил на бюджет. Вот такое у нас бывало. То есть почти перевод с контракта на бюджет еще на этапе приема. А будучи студентом, такие манипуляции тоже возможны при одном условии, что бюджетное место освободилось. Ну и тут еще учеба отличная. Да, успеваемость. То есть нужно будет закрыть первую сессию успешно, не иметь академических долгов. И после этого, если на программе, когда вы хотите перейти на бюджет, есть вакантное бюджетное место, то ваше заявление будет рассмотрено на комиссии, если вы соответствует всем критериям, то, конечно же, вас переведут на бюджет. Опять же нужно понимать, допустим, на экономике на контракте обучается 350 человек. И большая часть тоже будет писать заявление о переводе на бюджет. Поэтому шанс есть. Каждый год есть ребята, которые с контракта переходят на бюджет. А как проходит процесс поступления для иностранцев? Иностранцы уже поступают, уже были экзамены в мае. Завтра стартуют экзамены второй волны. То есть поступление, что иностранцев, что россиян, оно не отличается. Если иностранец находится в России, он может прийти в приемную комиссию и подать заявление. Если он за рубежом, он успешно это сделает в своем личном кабинете. Экзамены онлайн, поэтому препятствий для поступления нет никаких. И заявление в целом по КФУ уже перевалило за несколько тысяч. То есть абитуриенты уже полным ходом стартуют, прием идет, экзамен сдаются. И уже, надеемся, в июле первые партии уже станут студентами. То есть в целом для иностранцев такое же поступление, как и для жителей? Или онлайн, или оффлайн. Есть вопрос, Юлия Николаевна, для вас, по большей части. Как проходят экзамены при поступлении в магистратуру? Где можно найти список тем или вопросов? Что касается поступления в магистратуру, то первое, самое первое действие, которое нужно сделать абитуриенту, это залезть на сайт приемной комиссии admission.kpfu.ru, открыть вкладочку «Вступительные испытания» и ознакомиться с программой вступительных испытаний. Наш институт реализует программы по девяти направлениям. И эти направления, как наши традиционные, так называемые 38-я группа, это экономика, менеджмент, финансы, госмуниципальное управление, так и, казалось бы, не совсем для нас типичные, такие как картография, география, природообустройство, водопользование, в этом году мы также заявили туризм с индустрией туризма в глобальной цифровой среде и педагогическое образование. И вот по каждому из этих девяти направлений на сайте приемной комиссии висит подробнейшая программа вступительных испытаний, где расписано, что, в какие сроки, в каком объеме необходимо представить и куда. Я, наверное, вкратце проговорю, сделаю основные акценты, на что обратить внимание. Итак, значит, поступление в магистратуру, чтобы поступить на любое направление, необходимо выполнить три условия. Понятно, что первое – подать документы, но кроме этого нужно будет пройти тестирование, в дистанционном формате также допускается. Второе – написать мотивационное письмо в соответствии с той программой, на которую вы поступаете, и объяснить, зачем вы хотите поступить на эту программу. И третье – это составить портфолио ваших достижений, что вы достигли к моменту поступления в магистратуру. Портфолио касается различных сфер вашей деятельности, начиная от учебы, то есть это, допустим, средний балл по диплому. Сюда же также включается научная деятельность, мы учитываем ваши публикации и статьи, ваша культурно-массовая деятельность, волонтерская деятельность, и даже трудовой стаж. Когда вы соберете свое мотивационное письмо и портфолио, их необходимо будет, внимание, здесь вот нужно обратить внимание, до дня проведения тестирования отправить их на почту, которая указана в программе вступительных испытаний. И до момента тестирования вы их отправили, а тестирование вы уже проходите по тому расписанию, которое висит на сайте приемной комиссии. В этом году у нас получается 4 этапа, вернее, 4 срока, когда мы можем пройти вступительные испытания. Два срока, вот в июне, в частности, в пятницу, будет первая вступительная волна для иностранных абитуриентов. В июле будет волна для иностранных абитуриентов. Основная вступительная волна – это август, 1 и 4 августа. И также на контракт можно будет поступить в начале сентября, сдать вступительные испытания в начале сентября. И после того, как вы ознакомились с программой вступительных испытаний, вы начинаете писать мотивационное письмо, собирать свое портфолио, подаете документы, отправляете их нам на почту, и после этого проходите вступительные испытания, сдаёте тестирование в день, когда это указано в расписании. У нас вчера был вопрос от абитуриента, может, даже озвучим. Абитуриент отдал на публикацию статью ВАК, то есть статья еще не вышла, и месяц-полтора-два пройдет. Если редакция приняла статью публикации в портфолио? К сожалению, у нас в критериях оценки портфолио, которые находятся в программе вступительных испытаний, очень четко прописано, что в портфолио учитываются опубликованные статьи. Я очень рекомендую ознакомиться с критериями оценки мотивационного письма и критериями оценки портфолио, которые самым подробным образом описаны в программе вступительных испытаний. Обычно у абитуриентов не возникает вопросов по содержанию портфолио. Если вдруг они возникают, соответственно, вы можете писать на почту Центра магистратуры, она указана на сайте, и звонить нам по телефону 236-2681. Спасибо. Есть как раз вопрос про магистратуру. Можно ли перевестись в магистратуру, если я учусь в магистратуре другого вуза? Или перевестись с одной магистерской программы на другую? Такая возможность есть. Единственное обязательное условие первое – нужно закончить первую сессию. По крайней мере, по внутренним регламентам КФУ обязательно нужно закончить первый семестр, раздать сессию. После этого необходимо предоставить академическую справку о тех дисциплинах и курсах, которые вы прослушали за этот первый семестр. Мы, как деканат, составляем вашу так называемую академическую разницу, что вы должны были освоить здесь и не освоили. Формируем вам индивидуальный график. И если разница в часах не превышает допустимый разрыв, то да, у вас, конечно, есть возможность перейти. То есть в целом и из другого вуза? Да, да, да. Можно перевестись из другого направления и из другого вуза. У нас есть вопросы по поводу, видимо, бакалавриата. Когда будут экзамены по направлению экономика? Если это бакалавриат, если это иностранцы, то уже экзамены идут. Если это россияне, мы стартуем 20 июня. Если мы говорим по экономике, это, возможно, выпускник колледжа или школы банковской. То есть есть СВОшники, то есть абитуренты, которые ЕГЭ не сдавали. То есть они должны подать заявление до 14 июля, до 15 июля, если быть точнее, да, и с 16 уже старт экзаменов. Так, если это магистратура, то принимаем заявление до 8 августа, и 8 августа – последний день экзаменов. 15 уже выход приказа. Вот по поводу экзаменов. Есть сроки? А вот спрашивают, а когда последний срок подачи документов? Именно то же самое? Так, есть сроки подачи заявления, это электронное заявление. В бакалавриате это 25 июля. Итак, кто поступает по ЕГЭ, прием заявления электронного до 25 июля. Те, кто сдает экзамены внутри КФУ, до 15 июля. Это бакалавриат. В магистратуре прием заявления до 8 августа. После подачи электронного заявления очень важный момент – это подача бумажных документов. Это оригинал аттестата или диплома и заявление о согласии на зачисление. В бакалавриате это не позднее 6 вечера 3 августа. В магистратуре это не позднее 6 вечера 12 августа. Далее уже 9 августа выход приказа по бакалавриату и 15 августа выход приказа по магистратуре. Это бюджет. Если уже не получилось бюджетом, в течение августа, весь август принимаем документы, поступающие на платной основе. То есть до самого конца можно будет подать, да? Да. В сентябре? По заочной форме обучения это у нас магистратура. Бакалавриат – это гостиничное дело. Еще принимаем и начало сентября. Так, это уже есть. Есть ли у вас подготовительные какие-нибудь курсы в институте для поступающих? В институте курсов у нас нет. Есть курсы в приемной комиссии, они очень хорошие, успешные, но узко у нас курсов нет. Так, ну вроде бы вопросов больше нет по поводу поступления. Вопросы закончились. Спасибо Юле Николаевну, Руслан Анатольевич, что пришли и подробно рассказали о поступлении в ваш институт. А с вами, дорогие зрители, был КФУ Лайф. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин